Всем привет! Долгожданное видео о косметике, ура-ура! Я вам показывала, я купила то, купила все, но вот этим не пользовалась. Сейчас я вам расскажу в этом видео о том, чем я пользуюсь, какие у меня есть новинки покупки. И то, что я вам показывала, расскажу именно о качествах, нравится, не нравится, стоит покупать или нет. Наверное, это самое из полезного, да, такое видео, когда тебе рассказывают, это окей покупка, или ты этим недовольна, присмотритесь, она классная, хорошая. Давайте начнем с декоративки. Я открыла и пользуюсь вот такой тушью, это Lamelle с Наталиной MUA, у меня есть еще одна в запасе. Они еще продаются в золотом яблоке, стоимость сейчас в районе, наверное, 500 рублей где-то. Тушь мне понравилась, это гораздо лучше, чем тушь, люкс-визаж какие-то, я такие объемные покупала, я вам рассказывала, попробовать было интересно, но это не люкс, не замена люкса, типа Lancome, моей любимой. Следующую открою Lancome, я по ней соскучилась, когда вот это закончится. Но плюсы какие, скажу, минус может быть. Очень много косметики, средства туши вылазит на кисточки, видите, она очень жирная. Сначала она была сухая, через две недели туда попал где-то воздух, она раскрасила, стала очень жирная. Но вот это количество большой туши, оно и не может быть маленьким, оно дает классный объемный эффект на ресницах, очень много туши, удлиняется, расширяется, короче, круто. Так что это для маленьких, мелких ресничек, худеньких таких, знаете, жирность добавляет. На два слоя можно не красить, чтобы было пожирнее, просто как бы формула классная, хорошая. Из бюджетных классная тушь стоит присмотреться. Но скажу, не аналог люкса, потому что пользуясь ей не очень комфортно. Вот мне кисточка вообще не нравится, люблю синтетические такие кисти, мне нравятся немножко другие. И много средств выходит, каждый раз я фактически убираю. Или если это много, надо хорошо прокрашивать, чтобы не задеть века, не замарать макияж, тени и так далее. Но, повторюсь, как бюджет, клево, классно, стоит денег своих, неплохая тушь, замечательная. Может быть, знаете, на постоянке у вас, купить их несколько штук, пусть лежат, короче говоря, клево. Мне очень понравилось, но не замена люкса. Вторую использую. Я не знаю, буду покупать еще или нет, но если будет вопрос, ой, что бы из какого-нибудь бюджетного купить интересненького, может быть, повторюсь. У меня есть такая помада появилась. У них две абсолютно одинаковых. Это помада Fita Rouge Sisley, Fita Rouge Shine номер 10. Номер 10, на самом деле, он первый, самый первый в линейке. Это здесь у меня еще закрыто, и давайте не буду открывать даже этот, и я уже пользуюсь. Это у меня про запас, потому что этот 10 номер, фиг где найдешь, раскупают, на сайтах нигде его нет. Очень приятно, что она в таком чехольчике, в пыльнике, удобно в сумке носить, чтобы она не царапалась. У них обновленная вот такая упаковка, бело-золотая, летняя, мне очень нравится. Здесь, как всегда, символ Sisley. Запах ванильный, здесь идет у нас, она как бы типа нюдовая, и там внутри есть блески. Сейчас я вам нанесу, покажу. Вот, видите, на самом деле это блеск для губ, бальзам. Это помада, но больше похоже на блеск бальзам. По запаху очень похоже, даже по упаковке где-то своей, но не по весу. Та, тяжелее, гораздо железнее. Помните, Yves Saint Laurent Volume Shine. Блески и помады у них, бальзамы для губ. Вот это тоже очень-очень близко и похоже, но блески, минус какой, один единственный минус, блески остаются на губах, ты их чувствуешь, такие немножко царапающие. То есть они вообще незаметные совсем. Она очень быстро расходуется, потому что она полупрозрачная вообще. Ну, очень красиво смотрится, очень дорого, очень блестит. Сейчас здесь ее не видно будет, потому что у нее помада есть, но она блеска немножко придаст. То есть она фактически прозрачная. Ощущение, что ты на губах эффект, как будто ты наносишь бальзам какой-то, блеск для губ, но с красивыми, шикарными, дорогими блесками. Вот этот десятый оттенок везде расхватывают, его нигде нет. И заканчивается она очень быстро. Поэтому кто хочет себя порадовать, что-то приятное, на лето такое прозрачное, полупрозрачное для губ, пожалуйста. Еще расскажите, что с линейкой в Сен-Лоран Volume Shine. Я уже три года, четыре не могу себе купить такую помаду, бальзам для губ. Яркие всякие неходовые оттенки, красивые, светлые, не всегда все на сайтах в Турции и в России разобраны. Их чуть-чуть перестали производить или что, кто в курсе тренда этого. Расскажите, пожалуйста. Их нигде, блин, нет. Я их обожала. Но та больше как бальзам для губ. Это тоже очень ближайший родственник, прям двоюродная сестренка. Но менее увлажняющая, менее бальзамирующая эта помада. Ну, в общем, следующие средства у нас пойдут для волос и для лица уход. Маска для волос Брио Жео. Я вообще очень люблю фирму Брио Жео. Она продается в Турции в Сифоре. И много девочек продают Брио Жео. Очень классная. Не знаю, именно вот это у меня Be Gentle, Be Kind. Авокадо, киви, мега, мостеризинг маска увлажняющая. Я не скажу, что она супер мощно увлажняющая. Особенно, типа, вот сейчас летом я ее прям стараюсь долго прям носить. Типа 10-15 минут под шапочкой, потом смывать. Не скажу, что она супер увлажняет. И проверка этому солнца и вот эта погода сейчас. Да, волосы мягкие, расчесываются, приятные и все прочее. Оно чудес, короче, не творит. Но классная, качественная, суперская. Как всегда, Брио Жео, все их продукты, они замечательные. Здесь у меня 60 миллилитров. Это маленькая миниатюрка, она мне на Культбьюти в подарок была. У них еще другие всякие серии есть. Попробуйте другие. Ну, короче, вот эта неплохая, но не суперкрутая. Но как просто, если вы ищете просто маску для волос, там, приятную, классную, обратите внимание, хорошая вещь. Не фигня какая-то, точно. Именно каких-то чудес я не заметила. Но если мне, например, подарили такую маску большому обмену, я бы с удовольствием пользовалась и без проблем. Но если мы выбираем за свой счет покупать, а это не дешевая косметика для волос, то я бы купила какую-нибудь другую серию, типа Repair, Восстановление. Там у них с розовыми буковками и зелеными есть. Та, скажем, по баче будет пошикарнее и хорошо. Прям волосы ее аж съедают у меня те маски. Посмотрите, когда будут акции, Брио Жео, часто в Сифоре, в Турецкой бывают на акциях каких-то на распродажах, если они такие большие, в Сифоре распродажи бывают. Вот такая знаменитая сыворотка маска, Амика фирма, она в Америке очень популярна, у нас это не очень она, в Турции вообще с этим. Она вроде в Сифоре тоже есть, это Flash Install Shine Mask. Здесь французский и английский язык, но на самом деле она из Америки, не английский, американский английский, она из Америки, вот эта хрень. И она очень популярная. Я посмотрела в Инстаграме, там хэштеги, все такие типа тащатся, писаются вообще от вот этого вот. Я может что-то не понимаю, и мои ожидания были другими, они не оправдались. Если мы читаем на упаковке, то да, они, эти ожидания какие на упаковке, как бы типа исполняются. Это Instant Shine Mask, блестящий. Мне даже пришлось вчитываться во всю упаковку, когда я попользовалась пару раз, я не врубилась. Что она вообще делать-то должна? То есть она, это силиконы, водичка силиконовая, на влажные после мытья волосы наносишь, короче. Типа одну минуту здесь вообще надо держишь, смываешь, и типа Shine Mask волосы у тебя переливаются и блестят. Та-дам! Как бы ни увлажнения, ни питания, ничего. Просто типа они у тебя пахнут, это маска, ну приятный сладкий запах, и блестят. Чего, блин, она делает? Ничего. Это просто какие-то странные силиконы намешанные, которые за минуту типа сглаживают твои волосы. Все. Никак они не блестят, они становятся какими-то тоненькими. Они мягкими, вот так сказать, окей, мягкость, есть силиконовая на волосах. Все. Что здесь за чудеса? Скорее всего, это для запутанных, густых, пористых волос. Вот я бы так это назвала. Для моих это не нужно. Мне все такое, оно естественно, и блестят, пожалуйста. И прямые, и все с ними в порядке в этом плане вообще. Короче, абсолютно для меня бестолковый продукт. Не советую его всем для покупки. Изначально тестер или попробуйте, потом решайте. Я думаю, он мало кому что-то сделает и сильно изменит их волосы. Это для определенной категории волос. Явно не для уже каких-то там блестящих. Знаете, я отмечу вам. Я думала, ну маска же, да, даже если она быстрая, кондиционер и так далее. Помой волосы и наносишь. То есть я помыла волосы, не использовала ни маску, ни кондиционер. Думаю, ну эта хрень-то справится. Ну, естественно, маска. Я еле расчесала волосы потом, только со спреем, который я сейчас покажу. Это жесть. Она вообще ничего не питает, там, короче, ничего не делает. Просто типа для блестящих волос. Такое себе вообще. Короче. И вот это средство, открываю секретик, уже не один раз показывала. Это самое лучшее, наверное, что случалось с моими волосами. Это Куайе. Live in Condition. То есть для расчесывания спрея оставляешь на волосах, они потом идеально расчесываются. Это набор силиконов в креме, который распыляется. То есть все идеально. Заказать можно на Культбьюти. Не всегда у них есть, у них часто распродан. Запах просто офигенного, крутого аромата. Типа лилаба какого-нибудь такого вот. Очень дорого пахнут волосы. Офигенно. Мне даже комплименты. Так вкусно, у тебя чем-то пахнет. Говорю, да, кондиционер на волосах вообще. То есть такие, вау, кондиционер. Очень сильно пахнет и очень дорого. Круто. Расчесывает идеально волосы. Пшикалка идеально. Максимально крупнодисперсная. То есть пару пшиков, все волосы ты свои, короче, уже опутал этой штукой. Ой, ну запах это вообще, конечно, шоких. Пользуюсь для себя и для ребенка. Она тоже обожает этот запах. Другие средства у меня есть. Тоже фирменные, профессиональные. Такая же тоник, как бы молочко такое, кондиционер для расчесывания волос. Она говорит, фу, они жиром пахнут. Они там силиконы, она так воспринимает. Жиром к вот этой претензии нет. Это нечто божественное. Просто шикарное на волосах. Обожаю. Быстро расходуется, к сожалению, что я пользуюсь им каждый раз. Расходится очень быстро. Аналоги есть с заменой всякое такое. Ну прям такое, чтобы идеально. И распрыскиватель крутой, и волосы не жирнет. И пахнет офигенно, и работу выполняет. Все вот это средство. И давайте последнее. Вот этот такой тоник я открыла, начала пользоваться от фирмы Аравия. Пур Беланс Тонер. Тоник балансирующий для сужения пор. Номер один. Четырех там фаз на их очистке, уходом за кожей. Это серия зелененькая надписью для жирной проблемной кожи. Что здесь? У нас есть тоник 250 мл большущий. Вы знаете, я Аравию люблю. Цена, качество. Одна из лучших косметик. Что сколько стоит, столько так хорошо и работает, назовем так. Внутри вот такой еще защитный колпачок. Вообще, знаете, как будто это какой-то лак для волос вообще. Размер огромный. Запах обычный какой-то. Знаете, какие-то лепесточки. Как тоники очень многие. Кстати, дешевый запах, недорогой совсем. Дешевый всякий там Нивея, чистая линия, например, тоник. Все так же пахнет, как и здесь. Я их обожаю. Здесь очень хорошие компоненты. Здесь мочевина успокаивает, снимает шелушение. Неоцимит, Депантенол заживляющий. Короче говоря, что могу отметить в этом тонике? Я не то, чтобы разочарована, но не до конца суперидеально, как в нем написано, должно было быть. Но при этом косметику Аравия я не продолжаю не любить. Здоровый его объем, потому что это профессиональная линейка для работы в салонах и так далее. Я его отложу до зимы. Сейчас солнце, когда послабее станет. Через два месяца буду пользоваться. Да, он сужает поры, но сейчас летом, так как жарко-пыльные, поры расширенные, то есть активное выделение сальных желез идет, а он закрывается вместе с салом. Да-да. Я стала замечать, что кожа стала более-менее какая-то негладкая, идеальная. Но, естественно, проблем нет. А какая-то бугристая. Стали появляться некие комедоны. В таких местах, знаете, что если у тебя проблемы с желудком, с пищеварением, это там вроде там возле рта где-то, да, высыпания могут быть. То есть признаки кожи, признаки каких-то внутренних системных проблем в организме человека. А здесь прощистали вот на каких-то вот таких местах, что как бы, блин, как бы странненько. Это ни с чем не связано особо, ни там косметика у меня на этом месте какая-то другая используется. Короче, нет, я не могу понять, в чем провокация. Тут до меня доперло. Я сопоставила черепушки своей, что это началось, когда я стала пользоваться этим тоником. То есть я поняла, что у меня здесь где-то грязно было, то есть быстро закупорилась пора. И этот тоник реально работает. Как бы претензий к тонику нет. Просто в другое время надо им пользоваться, и в другое немножко схеме. И он у меня подзакрывает эти поры, они потом воспаляются. То есть с сужением действительно работает. Тогда я начала кислотами. Я сейчас летом через раз кислоты использую. Но SPF всегда. Я так кислотами прошла, сделала кислотный мягкий домашний пилинг, и у меня опа, все нормально стало. То есть оно все подтянулось, там растворился этот жид, это очистилось. Поэтому я пришла к выводу, что это надо пользоваться только в комплексе с этими же средствами. Не летом, потому что недостаточно тоник закрыт, тягивает кожу, она недостаточно очищена остается. Все равно как бы ты ее кларисоником, я там с пенкой Биоры. Нет, 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 не до конца, слишком, точнее, не то, что я ее не до конца очищаю, слишком много сала вырабатывается в коже. Поэтому я оставлю его, скорее всего, до осени, когда солнце активное спадет, и у меня вернутся в полной мере кислоты. Хорошо, чтобы все это очищать. И я буду больше подключать кислотный крем, который с этой же коллекции зеленый у них идет. Вот я думаю, вместе они будут идеально работать, выровняют кожу и так далее. Пока что вот так. Но хочу сказать, что за свою стоимость в объеме 250 млэ, очень клевый тоник, неплохой. Как видите, работу работает, стягивает то, что надо. Просто не в то время, не в тот час, не в то время, короче, у меня встретился в моей жизни. Поэтому оставляю, откладываю, посмотрим, что будет дальше. В другое время попробую, и я вам уже зимой где-нибудь там апдейт, я про него все равно расскажу, как он мне подошел или нет, что-то изменилось. Или он мне продолжит делать какие-то закрытые поры, ковидона стягивать. Но, видите, работает. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, что видео было для вас полезным, интересно. Вы просто отдохнули, переключили свои мозги, послушали о косметике. Это тоже очень приятно. Я жду каких-то новинок. Их пока никаких точно нет. Будет у Худо Бьюти сентября выходить палетка. Она всегда на мой день рождения выходит. Посмотрим. Я думаю, не буду, наверное, покупать. Что-то там у Наташи Диноны что-то вышло. Менькая оранжево-желтая, все теплое, менее подходящее. Короче, ничего интересного. В декоративке пока нет такого, чтобы захотелось купить. Вообще, что-то с релизами туго, очень плохо. Она брюшенка в мире. Она чувствуется и на косметике, на ее производстве. Спасибо за внимание. Жду ваших комментариев, чтобы вы новенького купили. Что-нибудь из моего вообще пробовали? Нравится вам что-то или нет? Такие отзывы есть. Спасибо. Всем пока.